Ребята всем привет из центра Владивостока напоминаю что я ищу машину здесь на Дальнем Востоке в пределах там города плюс 500 километров даже уже ищу машину для автопутешествия для длинного автопробега длиной около 10 тысяч километров хочу купить вообще кейкар проверить так сказать можно ли на трех цилиндрах домчаться до Каспийского моря и пройти эту дистанцию без проблем поиски у меня идут очень активно но я стараюсь совмещать приятное с полезным так сказать погрузился полностью тут приморскую вот эту движуху вниз вверх по горам хожу по сопкам как здесь называют еще машина уже и разные уже и не только кейкары смотрю и что-то побольше объемом и постарше и от хозяина и от двух и беспробеговый в общем как говорится все рассматриваю в общем жми лосевича подписывайся если еще не подписался и приятного просмотра так вот подходим к авторынку уже тут небольшая пробочка собралась такая ты чё это уже стоянка а или это не продается чуть на номерах машины то без номеров непонятно посмотрим цены кто разбирается блэк нико 4 литра три с половиной тысячи адама 2 литра 2000 акция сантори водка пища акадама я даже не знаю что такое два литра две тысячи домашнее вино 500 рублей house win sale 30 процентов руками не трогать а вот она акадама ликер какой-то 2 литра 2000 вот это 34 литра три с половиной это типа джек бенниел или чуть такое бывает же лапша 200 рублей японская маски для лица чипсы 300 рублей и тут еще и в очереди отстоять надо разрешите да и срок там за 425 16 год коричневый цвет так аукцион пробег родной аукцион родной слушайте но народ ходит сегодня вообще нормально активно это новый кузов хастает поехал короче вчера погода была хреновая сегодня жара как на это как на подбор прям я думал все на дачу рванут а нет народ ходит спасибо комплектация какая комплектация xd xd да да еще не говорю чистый он есть сортильский кресетк открыт вот это и есть а и даже по салону видно что нет пошел так да сколько стоит машина это она беспробеговая или 14 года а это же год получать непроходной да да они проходят везем по салону можно посмотреть это чехлы были ли такие да ну туманок даже нету ну ка если туманок нет у него рычажок такой обычный да руль резиновый но на климате 486 да а статистика у нее там сколько пробег там вот это все надо смотреть аукционик ну ты смысл через заледал там можно посмотреть да 4 балла есть новенькая машинка модель двадцатого года подешевле этой ну давайте ну я кейкар ищу ну как бы и хастер тоже интересен модель двадцатого года нет нет 24 ну год выпуска 17 да что год выпуска 17 да год выпуска 17 да не ну наверное хастер поинтереснее у него и на климате там он и цвет у него такой интересный да просто такие машины не стоят больше 500 это вот только пригнали ее она как бы не готова ее отдают по такой цене это товарищ мне поставил ему некогда есть заниматься мне тем более ага машину отдают по средствам сузуки вагон эр да новый пузов я если честно такие даже не рассматривал этот пузов пошел с 17 года мафона нет выдрали благо ну хастер поинтереснее конечно поинтереснее в смысле здесь модель посрежеет ага они стоят просто больше 500 ее отдают по себе стоимости больше некому здесь заниматься как бы просто важен сам момент угу вот можешь вот ты дальше за автобус пройти точно такой же там стоит 530 а вон еще хастер один так а смотрите а вот по хастеру получается это ваше да он ну товарищам ага понятно ну если что вот ключи документы все есть продать могу угу птска у него есть да да а когда он приехал где-то с недели угу понятно а торг есть по нему конечно это хозяину звонить да ну и я могу ему позвонить если предметом интерес будет угу а она есть на дроме нету номер записать можно конечно поставлю 787 7 8 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 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 10 11 12 13 14 14 14 15 15 14 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то батарейка пустая показана... Камера заднего вида... Ничего, нормально не пинается... Ничего... Это ваша машина, да? Получается 14-й год у нее, да? Полная пошлина? Все пошлины полные... Пошлины бывают не полные... Ну, бывает же как-то... Похитро может... Поэтому пошлины... Делятся только по... Ставкам... От года до трех лет одна ставка... От трех до пяти лет в этот момент выпуска машины... Другая ставка... Свыше пяти, свыше семи... Другая ставка пошлина... И от клубатуры зависит еще... Поэтому пошлина полностью выплачена... Машина юридически чистая... ПТС электронная есть... Выписка есть... По оформлению с ней никаких проблем... Понятно... За сколько отдадите? Сейчас цена 486... Торг имеется? Совсем минимальный... Машина хорошая... Целая... Честно... Поэтому... Ну могу сейчас... Вы спрашиваете... Для того чтобы не покупать... Пойти дальше, да? Не... Для того чтобы знать... Не... Я посмотрел полностью... Какую машину... В принципе да... Если надо прокатиться... Мы выйдем с вами... Прокатнемся... По всем вот этим вот... Бездорожьям... Угу... У нее в принципе... По аукциону... Они же пробивают... И техническую часть... Или как... Там же будет... Серега... А вот этот... Оранжевый... Хастер... 486... В чем в отдачу? Так... Спрашивайте... Ну все... Давай... Так... А эти... У Витька... Выписка... Все ясно... Ладно... Давай... 480... Можно отдать... Вот сегодня такой... Будовый... Этот же год... 14... 620... Отдали... Ну это этот... J2... Или как он этот... С фарами... С такими... Хороший цвет... Нормальный... Анти-занос... Анти-юс... А вот у него там... Батарейка разряженная... Загорается... Это что значит... У него же... Зарядится батарейка... У него же под сидением... Да... Это маленькая... Будет ездиться... Зарядится... То есть это... Просто... Потому что он стоит... Ну конечно... батарейки заряжаются на ходу ходовки у них все крепкие ну да да они и под 700 есть вот эта комплектация это фирменная с круизом там совсем смысл набирать такую дорогую не перепродать хорошо ладно спасибо собака вон от солнца прячется для собака вот даже лодка продается стоит и нового то что глаз уже замыливаться начал к сожалению роме цены нету чуть из-за зеркала закона это слепую зону наверно под дверью смотреть ребята на хастлер диски есть у вас ну и штамбы пойдут да да ну такая такие карт джипчик такой пятнашки на там пятнашка четыре с половиной ширина а что стоит эта штамповка а на комплект у вас а литье тоже ездить со такое же да а литье примерно ориентиры какой если так выбирать такая модель свежий а ну понятно короче лучше штампа на зиму взять сколько стоит машина а вот 555 надо оцененный 17 год а стоил сколько он 500 сколько 75 какая скидка а туманки есть кнопка как они включаются так понятно короче не хотят показывать не хотят еще рассказывать итак иду смотреть honda n wagon ой honda n box и карса сдвижными дверями здрасте я вот по машине все рассказываете даже толщиномер есть но уже мерили так расскажите да и все он пришел с японии он пришел под битым бампером в россии два года у нас он два года в россии получается в птске два владельца вы первые хозяева до получаются россии короче расход у него я ездил до большого камня часто езжу 100 километров от воде востока заправляют пищу катаюсь по большому камню возвращаются еще обратно с высотку катающего 200 ну короче расходят 5 но по трассе до городе там 6 в итоге это покрашенному че шпаклевка на бампере на капоте тоже дополучается его получается подкрашивалась крыло 269 а капот у него в родной краске получается у них получается родная краска именно внешняя не то что не кран по внешне это 170 130 120 и так вот примерно 50 микрон вот это крашеное крыло да ну видите здесь грань какая-то это вот здесь закрашена вот внутрянка просто закрашена просто слой меньше масло расходы вот эта штука кстати это она не закреплена уже бог клипс нера не хватает чуть палец не оторвало когда вы не ваша машина да а она не не сюда она вот туда вставлять этого опять упадет ну то есть с ней договор за заключать а это что за зеркало здесь смотреть что видно в зеркало в итоге из салона двери не электрические обычные а это зеркало смотреть что перед машиной да бог его знает я вот эти зеркала вообще не смотрю я как понимаю наверное до куда ну доехать типа ну в смысле что на заднюю часть показываю ага о горят багажник маленький вон сколько влазит в итоге номер кузова не узнали где не узнали где номер кузов может на двери где а вот здесь по крайней мере табличка здесь где-то номер еще и на кузове есть можно записать короче вот это здесь сделалось да получается ну что красилась ну а так по ходовке чё расскажите там коробка как переключается нормально прокатиться можно да ну давайте прокатимся короче здесь только менялся правый привод как она потише сделать захрустел да стекло что-то серьезно прилетела на камень прилетел тоже на большой камень вот говорят кейкар именно вот я смотрю кейкар хочу купить именно вот honda они чем-то лучше типа хотя вот так с виду они размеры у них 4 метра длина то есть одинаково примерно ну что так вообще есть чем-то еще на лифе помимо вот этого ну есть дайхат сутанто там с одной стороны двери раздвигаю я хочу с раздвижной дверью вот дайхат сутанто есть и nissan rox получается ну и вот honda nbox тоже хороший вариант я ищу именно вот такую с высокой крышей с раздвижной дверью так по цене получается сколько ну да вот они почему-то они даже и подороже вот эти honda чем чем вот такая же допустим ну какая suzuki да или nissan вот именно honda почему дороже а почему почему чем они лучше то что вот эти колодцы но чисто дизайном данная так-то мотор здесь такой же 07 на салончик конечно почистить до требуется а если поменять его полку химическую сделать она будет стояла 450 заморачиваться не тоже от дойки можно посмотреть 1015 год 58 лошадей это не турбовая да и обычно 950 килограмм весит нормально а вот pts 25 ух и а эту меняли стреляная была да бог его знает почему такая вот короче вот такая ситуация пока каша в голове вот смотрите допустим оранжевый хастер все хорошая машина красивый салон мне все нравится я я понимаю что машина с таким пробегом но она как бы не 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 зайдет не то есть не не сходится то есть она не будет столько стоит дешево я спрашиваю уже вы чё скажите чё чё с ним там пробег скрученный еще что-то там какие-то допустим крашеный элемент мне особо не страшно это особенно если это было в японии сделано качественно конечно если она в тотал разложено было или там в океане лежала там целый месяц это меня не устроит а так какие-то мелкие я говорю я все понимаю прекрасно ничего не говорят машина все в порядке все год выпуска что 14 это вообще не важно статистике машины нету ничего не понятно хотелось бы какой-то конкретную картину некоторые там скажут да и пишут там мозга клюй там и так далее у меня специфика какая мне нужно нужна машина для автопутешествия для автопробега а потом мне нужно будет ее реализовать достаточно беспроблемно чтобы у меня ее купили я это мне год продавал не полгода и как бы хотя бы свои деньги с нее я хотел бы забрать поэтому я так тщательно выбираю ну и еще потому что в принципе у меня по времени ограничения особо нет камеру я все еще жду но я хочу сказать что в конце концов нас непременно ждет успех ребята ну а теперь пишите в комментариях что вы думаете обо всей этой движухи ставьте лайк если еще не поставили подписывайтесь если еще не подписались продолжение следует